Такая книга у вас дома есть? Да, да. А вы можете показать её? Ну-ка поверните её, чтобы видно было. Это какая-то другая книга. Покажите мне её. На корочку. Там ничего не видно. Да так это папка. Вот, вот. Ну где написано-то? Хоть надпись-то где-то. Это папка для бумаг. А это Библия. Одна, самая древняя в мире книга. По которой сегодня живут 2 миллиарда 200 миллионов. Сегодня. Век просвещения. И вот это. О, блядь. О, боже мой. Они, я увидел, русский плохо понимает. Может, по-английски как-то? Вы понимаете английский? Вы можете говорить? Да, конечно. Да, мы можем говорить английский. Мы можем говорить хорошо. Вы можете говорить о английском? Скажите мне, пожалуйста. Мы в России. А, в России. Да. Ну ладно. Адью. Как Господь Христос умер за нас. Вот эта книга, видишь, какая? Она называется «Святая Библия». У вас храмы там есть православные? Есть. У меня бабушка верит в Бога очень хорошо. И я тоже. Всегда вот, когда я ухожу из дома, она говорит с Богом. Всегда три раза. И на исповедь ходил? Я ходил в церковь два раза. Ну, к батюшке подходил. Ты крещеный, нет? Крещеный. И к батюшке подходил под благословение? Не помню. Не знаешь, да? Да. Но священник-то у вас там же есть в храме? Есть. Ты подойди к нему, познакомься, скажи себе, как тебя зовут. И скажи, я хочу исповедовать все в грехах. Как родители не слушался, может, там, сестренку обижал. Во всем раскайся. Тебе будет легко на душе? Батюшку Бог поставил нам в православной церкви. Чтоб мы любили их. Так. Ты по интернету-то умеешь открывать? Канал «Восвете Библии» набери. Это мой канал. Сейчас. Напиши канал. Сначала канал «Восвете Библии». «Восвете Библии» два слова. А потом Игнатий Лапкин. «Восвете Библии». Игнатий Лапкин. Плохо то, что у вас родителей нет дома. Мне удобнее говорить, когда взрослые рядом. Чтобы они плохо не подумали о нашем разговоре. Ну-ка, подожди. Сейчас не шевели, я посмотрю. Вот это и есть. Это наш канал. Он большой. Да, да. Это у нас 42 миллиона просмотров только. А вы сейчас записываете, да? Да. У нас все записывается. Тебе будет приятно посмотреть на нашем канале. Заходи. Я не знаю, через сколько. Может, через дней 10. Будет уже стоять. Администраторы обработают. Мы не прибавляем ничего. Вот как разговариваем, так и есть. Чтобы люди искали Бога. Потому что сейчас рулетки здесь много греховного делают. Люди в Бога не верят. Матеряются, курят. Да. Не смотри на это никогда. Не заражай свой молодой ум. Да, да. А вот если на наш YouTube зайдешь. А я был начальником лагеря детского, 45 лет. И ты увидишь, как у нас в лагере были. Чему дети учились. Как играли. Мы работали. Копались. Ты все найдешь там. Да, да. Смотрю. У нас большой канал. 17 тысяч 200 роликов. Ладно, тогда до свидания. Посмотрю. Ну да. Только по скайпу. Еще вот забыл сказать. По скайпу забери. Найди Игнатий Лапкин. Я. А, у меня скайпа нет. А, нет. Ну, может, у кого-то знаешь. Тогда я скину все материалы. Там удобно. Можно дать материалы. Еще есть сайт, форум, mail.ru. Ну, у нас большие-большие ресурсы. Да. Ну, с Богом тогда. Ладно. Как тебя звать-то? Илья. Илья. Да благословит тебя Господь. Да сохранит. Нигде никому в дом не заходить с учебы сразу домой. А уходишь. Да. Родителям скажи, благословите. А к двери подходишь, перекрестись и скажи, отрекаюсь сатаны и всех дел его, всей гордыни его, всех ангелов. Перекрести, никого не бойся. Да. Ну, до свидания. До свидания. С Богом. Молодец. Вообще, если смотреть по православным канонам, все должно быть бесплатно как раз. Потому что, согласно Евангелии, Господь выгнал, написано покупающих и продающих. Если бы вы Евангелие читали. У нас вот лично, мы находимся город Барнаул, Алтайский край. У нас здесь две общины. Одна в городе, а другая поселок Потеряевка. Это 150 километров от города Барнаула. Православное селение. Поселок православный. Вот у нас нету, у нас святая десятина, и у нас нет никакой торговли. То есть свечки бесплатно. Тайство бесплатно. Ну вот мы живем в Краснодаре, да? Вот мы ходим в церковь Казанской Божьей Матери. Именно церковь вот здесь стоит. Там свеча одна стоит, одна 10 рублей, другая 30 рублей. Чтобы купить. Дело в том, что за это Господь будет... Вода стоит 100 рублей, 80 рублей, 1,5 литра. Типа святая вода стоит, баклажка закупоренная, все, ну, потребуется по 150 рублей. В Евангелии написано, в Матфея 23 глава, 23 стих, Господь говорит, что... Там, говорится, речь идет о десятине. То есть человек должен в церковь приносить священство. На что священство должно жить? На святую десятину от верующих людей. Если правильно установить, как Господь заповедовал, тогда никакой торговли и не надо. А так... Ну, пожертвование, правильно? Пожертвование можно, нет, это не пожертвование. Это десятина. То есть она стоит человеку в обязанности. Бог дает тебе 100 рублей, но десятку ты должен отдать на священников. А, поэтому свечи платные? Свечи у нас лично, у нас бесплатно. Сами льем и сами ставим потом хорами. Ну, у нас платные. Ну, потому что беззаконие творится. Так не должно быть. Беззаконие. А куда можно пожаловаться, допустим? А куда вы пожаловайтесь, когда сплошь и рядом везде, в московской вот лично патриархии, везде это все, во всех храмах творится. Куда вы пожаловайтесь? То только Богу жаловаться надо. Молиться, чтобы Господь это выгнал, эту мамону из храмов православных. У вас, если какие-то более серьезные еще вопросы есть, вот можете поговорить. Игнать Тихонович, у него очень большой опыт, как православного проповедника, он с вами поговорит. Я могу ему споедаться? Нет? Да нет, он же мирянин. Садитесь. Мир вам. Здравствуйте, и вам тоже мир. Спасибо, Христос. Он вам показывал, с какой книгой мы пришли? А скажите, а можно я вас заказать, чтобы вы были лично от меня? Можно вас попросить? Да. А что, о чем? Ну, у нас такая ситуация произошла, у меня у мужа убили дедушку. Дедушке было 80 лет. Можно вас попросить, чтобы вы за него помолились и поставили за него, вот там, как он называется, ну, вот это вот. Мы просчитали за него молитву, вот там, вот такое. Так я его не знаю совсем. А я вам скажу имя, можно вы запишите имя? Он верующий был. Да, верующий был, дедушка. Ходил в церковь, причащался. Да. А как звать? Владимир. Владимир? Да. Господи, да упокою в обителях небесных. И прости всякое согрешение, вольное, невольное. И тушим. У него, вот, ты расчистил на смертью. Его изнасиловали, пакет на голову одели. Ну да. 80 лет ему было, это, ну, это ужасная смерть. А что ему надели на голову? Пакет. А зачем? Ну, пытали, убили его. А кто его убил? Ну, подросток какой-то, пенсию забрал, решил забрать у него пенсию и убил его. Ужасно как. Ужасно. Вот поэтому я вас прошу, вы можете это сделать, там, с него, там, прочитать молитву, как вот. Вот я прочитаю, я прочитал уже, все, прочитал, больше не надо ничего. Чтоб Господь упокоил в обителях небесных. Большего желать нельзя. Просил всякое согрешение, вольное, невольное, душам нашим полезно сотворил. А вы сами-то ходите в церковь? Да, конечно, я с детками хожу, каждое воскресенье хожу. А у вас Библия в доме есть? Есть. Голубенькая, у меня сейчас с детства осталась, она. А вы можете показать ее? Не могу, там сейчас дети спят, не могу. Спят, а вы где находитесь? Дома. Город какой? Краснодар. Красноярск? Или Краснодар? Краснодар. Так у вас еще в ночи нету? А как спят-то? У вас же на 4 часа разница с нашим? Так они в обедились, спать еще не проснулись. Ну сейчас вот у нас 9 часов, а у вас 5 часов в дне. Они у меня с 3 до 7, а потом с 7 до 12 гуляют. Интересно как. Ну да, гуляют. А кем для вас является Иисус Христос? Богом. Ну правильно, Он Бог для всех. А для вас лично кем? Бог. А вы знаете, что Он страдал на кресте и умер за каждого из нас? Я знаю. Он спаситель наш, спаситель. Я ему преклоняюсь, я молюсь каждый вечер. Он спаситель, спаситель, который умер за наши грехи. Я знаю. Вот так. Поэтому если человек не верит в Бога, написано, он будет осужден. А верующий имеет жизнь вечную. Я верю в Бога. И детки мне тоже знают, кто такой Бог. И что Бог накажет. Это все мы знаем. А посты соблюдаете? Если честно сказать, нет, я не могу. Я не могу покушать. Я не могу сдержаться. Ну как не могу. Церковь, любящая мать, она непосильного не даст. И считать себя православным непостящийся просто не может. Если человек непостится, он на два года отключается от церкви. Ну я сама не схожу по церкви. Я просто верю, как верю по-своему. И все. У меня нет безумия. Это по-своему ничего не значит. Надо верить так, как Господь указал. Как Господь рассказал. Церкви для этого... Не навязывайте свою политику. У меня есть своё мнение. Поэтому я... Да наше мнение Богу не нужно. Он говорит, судить будет по слову своему. Вот, что в Библии написано. А не так, что я как... Так верят все стектанты, еретики. Нам верят так, как Господь заповедал. А вы зачем пьёте? Это сок яблочный. Да нет, не важно что. Тут нигде больше нету. Только здесь все пьют и пьют и пьют. Это пытается залить гиенский огонь. Здесь место блуда. И поэтому все пьют. Это сок яблочный. Не важно, не важно. Ну хорошо. Я, допустим, веду занятия в пяти университетах. Вёл занятия. И двухчасовые лекции. И никогда стакан не разрешу поставить на кафедру. С чего ради? Это неприлично. Разговаривать и пить в это время. Притом нигде нету. Не в ютубе, нигде нету этого. Только здесь. Потому что это место блуда. Содом и гаморра. А что вы так говорите? А почему вы так выступаете? У него стоит стакан воды, он имеет право... Он такой и есть. Такой и есть. Я говорю про себя. Никогда на глазах людей пить не буду. Табу. Это неприлично. Вы когда... А у меня вот так. Я не буду подстреливаться под вас. Я живу своей жизнью. Я поддерживаю свои правила. Я люблю Бога. Я соблюдаю правила. Вот смотрите, выступает патриарх Кирилл. Он никогда не пьет. Перед народом больше двух часов выступает президент Российской Федерации. Он никогда не пьет. Нам, разве, это не пример? Это неприлично. А почему здесь пьют? Потому что там место блуда. Они пытаются гиенский огонь залить у себя. Дух блуда. Я вам рассказываю, какая причина. Не то, что там... Организм этого не требует. В комнате нормальная температура. Половина мужиков раздетая. Что, жарко? А у вас жена есть? Да меня спрашивать не надо. Я сейчас разговариваю с вами. У вас жена есть? Я сейчас разговариваю с вами. Я спрашиваю мусульмане. Здесь процентов 85 мусульмане. А вы зачем здесь поговорить? Да ты разговаривать-то по-русски не умеешь. Я тебе скажу, зачем ты. А зачем? То, что дома у тебя разрешаются 4 жены. За каждую надо колым платить большой. А тут 44 даром и голые. И вы, жеребцы из Кавказа, пашите на наших лошадях. На наших кобылах. Потому что неверующие. Дух блуда все затемнил. Затемнил. Тут не просто так. Маленькие дети матерятся. Все показывает. Такое зло прямо соединяется. Выкупляются вместе. Хуже скотины. Да нет ничего. Видишь, прошло полминуты не прошло. Опять пить надо. Я только с вами разговариваю. Вы даже мои слова ни во что поставили. Другие курят. Показывают. Я буду себя вести так, как я хочу. Я не буду. У меня есть свое мнение. У меня есть свои церковные. Мнение наше Богу не нужно. Я не буду слушать вас, что вы мне проповедуете. Это ваше право. Вы живете так, как вы хотите. А я живу так, как я хочу. Мы берем все из этой книги, которая нас научает. Ты большой молодец. Ну, слава Христу. Это Господь нам позволил здесь быть, рассказать людям о любви Божией, что Христос умер за наши грехи и зовет всех к покаянию. Да, это так, это так. Ты большой молодец. Милость Божия. Господь говорит, Иван Григорий Анатолий 14,6. Я есть путь, истина и жизнь. И никто не приходит как суток только через меня. Библия открывает смысл жизни. Служение Богу. Она говорит о том, что будет за гробом. И какую участь мы приготовим, живя здесь на земле. Библия говорит о политических системах мира, как мир закончит существование. Когда Господь придет на облаках, архангельские трубы поднимут всех мертвых. И начнется страшный, последний, неподкупный суд, судилище. Это апостол Павел пишет, второе послание Коринфянам, 5 глава, 10 стих. Всем нам надлежит предстать предсудилище Христово, чтобы каждого получить соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое. Кто будет веровать и креститься, спасен будет. Кто не будет веровать, осужден будет. Имманглист Марк так пишет. Поэтому надо веровать не как я вот вздумал, как хотел, а как Господь заповедал. Точно знать. Для этого есть православная церковь. Она матерь всем нам. Соблюдать посты, считать Евангелие. Вот если вы желаете встретиться, я бы вам большие ресурсы скинул. Зайдите в скайп. Можете в скайп зайти? У меня нет скайпа. А то бы я скинул вам, ресурсы бы многие скинул. У нас очень большой Ютуб-канал. Он спрашивает, как вас зовут? Игнатий Лапкин. Вы в скайпе меня найдете? Игнатий Лапкин. Если вы зайдете, скажите, мы были в «Чатрулетки». Я вам скину о нашем Ютуб-канале, сайте, форуме, мейл.ру. У нас огромные-огромные ресурсы. Только в Ютубе у меня 17200 роликов. Спасибо большое. Всего хорошего. Спасибо большое. С Богом. С Богом. Молодец. Аллилуйя.